Это тема, на которую я не хотел говорить почти 25 лет. Я стоял у истоков исследования этого явления в 90-е годы. Надо сказать, что я достаточно длительный промежуток времени занимался этой проблемой. И могу сказать точно, что я изучил все, что есть в мире на эту тему, то есть не обменивших вещей, которые я не изучил. Потому что я искал ответы на вопросы и не находил их где. А такого понятия, как психология киллера или психологические основы понятия киллера, они вообще никем не рассматривались никогда до сегодняшнего дня. Давайте попытаемся понять, что такое психологические основы понятия киллера. То есть психология – это исследовательская наука, которую изучает психику. Именно исследовательская. Она многое исследовала, а многое что не исследовала. И к тому времени, как появились киллеры у нас, надо вообще разобраться с вопросом, а появились ли они у нас или они всегда были, да? Ну, считается, что они у нас появились в 90-е годы. Это неправда. Это явление существовало всегда. В той или иной форме. Но они появились у нас якобы в 90-е годы. И вот по сей день, так сказать, дошло до того, что даже в кодекс внесли статью про убийство на замолвание. То есть про убийство на заказ. И надо сказать, что эрой киллеров, такой яркой, были 90-е, 2000-е годы, скажем так, где-то до года 2010-го. Да. В 2010-м году приблизительно. Яркая эра закончилась, но не закончилось существование самого. Ну, оно как было, так и продолжает это как бы существование. Ну, мы с вами как бы понимаем, что в разное время разные, так сказать, источники и разные вот эти вот... Я бы сказал так, формы, так сказать, освещали и формировали образ наемного убийцы. То есть если мы, например, скажем, Рубин Гуд, он не наемный убийца. Ну, никто за деньги, ну, никто денег за это как бы не платил. То есть наемное убийство – это незаконно, это криминал. Да, то есть это, ну, по сути своей, элемент, обязательный элемент криминальной традиции. Без этого криминальная традиция не существует. Мы имеем дело с посекательством на жизнь другого человека и отбиранием этой жизни. Это не чуждо человеческого, и это имеет в виду высшую степень применения силы. Поэтому первичный фактор, ну, он единственный тот, который позволяет... Крафт? Это фактор К, другого просто у него нет. Ну, да. То есть К по Ахмику, и это же С у нас по Сонде. Смотрите, киллеру нужно быть ловким, координированным, но не умным. А ему умным быть нужно. Чем ближе к животной составляющей, тем эффективнее деятельность. Чем ближе к интеллектуальной составляющей, у него не должно быть интеллектуальной реакции. Гейлер с интеллектуальной реакцией не существует. Только с рептилоидной и только с хищнической. Либо мы доводим интеллектуальную реакцию до гепертофии. Дуэль использовали как способ на уявленное убийство. Это факт. Это же результат. Мы об этом будем говорить, когда я спрашиваю. Ну, такого подхода не влазит, кто комплексного не применяет.